Вероника Ичеркина, агентство ТАСС. У нас сегодня международной повестки не очень много. У меня вопрос по международной теме о конфликте в Нагорном Карабахе. Я для удобства разделю вопрос на три пункта. Первое. Почему, на ваш взгляд, этот многолетний затяжной конфликт разгорелся именно сейчас и разгорелся так резко? Это просто объективные предпосылки? Или можно винить какую-то из сторон? Или, что называется, спичку подбросили извне? Второй аспект – это то, как проявила себя Турция в этом конфликте. Известно, что Анкара значительную военную поддержку оказывала Баку в острой стадии конфликта. Ну и после перемирия было решение о мониторинговом центре. Соответственно, Анкара просто демонстрирует, что у неё есть интересы в этом районе, регионе. А у России какие интересы в этом регионе? И насколько они пересекаются или, может быть, даже сталкиваются напрямую с интересами Турции? И последний аспект – это ситуация в районе Гадрута. На ваш взгляд, насколько велик риск того, что ситуации, когда нарушается режим прекращения огня, будут продолжаться в регионе? И что будет делать Россия, если такие нарушения будут происходить и дальше? Возможно ли, например, увеличение миротворческого контингента? Ещё один аспект по Гадруту. Судя по заявлениям и дискуссиям, которые идут в этих странах, определённый аспект напряжённости возникает из-за того, что стороны по-разному трактуют четвёртый, по-моему, пункт трёхстороннего соглашения, согласно которому российский миротворческий контингент разворачивается параллельно с уходом армянских войск. Потому что, насколько я понимаю, Баку транслирует, воспринимает этот пункт и трактует его как то, что армянские войска должны полностью покинуть Накорный Карабах, а в Ереване склонны расценивать этот пункт как то, что они должны покинуть только те территории, которые они отдают по соглашению. Могли бы вы как… Да, сейчас я вот… То есть армяне считают, что они должны уйти только из тех территорий, которые они отдают по соглашению, а азербайджанцы считают, что армянские войска должны полностью покинуть Накорный Карабах. Соответственно, у меня к вам по этому пункту вопрос такой. Вы как соавтор этого трёхстороннего документа могли бы пояснить, вот в этом пункте вы, Алиев и Пашинян, что имели в виду? Спасибо большое. Да, ну вы наговорили, конечно, здесь можно до утра вести дискуссию на этот счёт. Значит, первое, почему именно сейчас это произошло? Ну, ситуация вышла из-под контроля, и эта напряжёнка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вымешательством извне. Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. Вот в конечном итоге всё это вылилось в конфликт. Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договорённостям. Так была выстроена наша позиция и в Минской группе, сопредседателями, где являются Россия, США и Франция. Мы всегда на протяжении многих лет, я сейчас повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее, должен быть зафиксирован статус КВО в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть это коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом. Почему Лачинский? Потому что район, по которому проходит этот коридор, проходит эта дорога, так и называется Лачинский район. Вот, собственно, здесь ничего сложного нет. Значит, позиция Турции основана на том, что, это публично же заявлено, на том, что Турция защищала, как они считают, правое дело Азербайджана, а именно возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боестолкновений в 90-х годах. И международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъявленной частью Азербайджанской республики. Значит, повторю ещё раз, сама Армения независимости Нагорного Карабаха не признала, и поэтому в этом смысле, имея в виду это обстоятельство, то есть сам Нагорный Карабах – это тоже с точки зрения международного права тоже Азербайджан. Но ситуация, на мой взгляд, сложнее, чем просто простые нормативные постулаты, в том числе и международно-правовые корни в этническом конфликте, который начался ещё в Субгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах. Здесь у каждой стороны своя правда, и армяне Нагорного Карабаха в своё время взяли за оружие для того, чтобы защитить в своей жизни достоинство. И создалась ситуация та, которая сложилась на момент обострения конфликта в этом году. Значит, но мы договорились, хорошо известно, в рамках трёхстороннего заявления о том, что боевые действия прекращаются. И вот здесь вот очень важная вещь – договорились о том, что стороны останавливаются на тех позициях, где их застало подписание нашего трёхстороннего заявления. Вот там должны все остановиться. В этой связи возникает и много таких технических вопросов, которые связаны с инфраструктурой. Кстати говоря, вот эта договорённость о прекращении боевых действий, она очень важна, я уже тоже об этом сказал, потому что она кровопролитие прекращает, люди перестали гибнуть. Вот это чрезвычайно важная вещь, это вообще принципиальная, вот всё остальное – это второстепенно. Жизнь и здоровье людей – это самое, сохранение жизни и здоровья – самая главная задача, которую мы решили. Но, имея в виду, что вооружённые силы встали там, где они стояли на момент подписания, возникли определённые сложности инфраструктурного характера, причём и для азербайджанской, и для армянской стороны. Но с этим нужно разбираться спокойно в ходе переговорного процесса, потому что это трёхстороннее заявление даёт для этого все основания и все возможности. Так как там заявлено о том, что после достижения перемея следующим этапом должна быть полная нормализация отношений в регионе с раскрытием экономического и инфраструктурного потенциала, в том числе и это касается автомобильного, железнодорожного сообщения и так далее. Это касается и нахичевания, это касается сообщений между Югом и Севером Армении. И вот те вспышки нарушения прекращения огня, оно было только однажды. Надеюсь, что так единичный случай и останется, единичным. Удастся всё-таки сесть за стол переговоров всем договаривающимся сторонам. Хорошо при нашем посредничестве, при посредничестве минской группы, это неважно. Главное, чтобы процесс начался и был положительно завершён. По поводу там, где какие войска стоят, я вам уже ответил. И мы очень рассчитываем на то, что и международные посредники перейдут, наконец, от слов к делу, начнут фактически помогать людям, которые нуждаются в помощи, прежде всего возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам, что не только Россия это будет делать, посылают туда гуманитарные конвои, но и международные организации, наконец, развернутся, и ЮНЕСЕФ, и ЮНЕСКО, и продовольственная организация. И в двухстороннем плане те, кто хотят поддержать людей в зоне конфликта, откликнутся и, повторяю, от слов к делу перейдут. Мы со своей стороны готовы продолжать эту работу. Что касается увеличения количества наших миротворцев, то это возможно, но только по договорённости со всеми странами, в том числе с азербайджанской стороной, потому что мы изначально обговорили количество наших миротворцев, это количество согласовано. Люди, кстати говоря, все с одной стороны и с другой стороны адекватно оценивают ситуацию. Если это вопрос чисто технического характера, если все придут к выводу о том, что это нужно, мы это сделаем. Если нет, то, значит, тогда делать не будем. Но там дело не только в миротворцах, там дело ещё и в работе наших служб МЧС, сотрудников МЧС и пограничной службы ФСБ России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова